здравствуйте дорогие мои подписчики здравствуйте мои гости канала меня зовут ева здесь рассказываю о новостях туризма и о своих путешествиях скоро будет у нас путешествие в конце сентября едем в турцию в анталию как мы уже рассказывали совсем недавно и будет это все на этом канале все наши видео не меньше 50 60 роликов будет это точно сегодня новость про аэрофлот который планирует купить 70 процентов новых российских самолетов аэрофлот подписал соглашение о намерении части приобретения авиакомпании 339 самолетов российского производства планируется купить мс-21 суперджет 100 и ту 214 согласно планам правительства это более 2 3 самолетов таких типов в парке перевозчика окажется более 30 процентов всего ближний и среднемагистрального авиафлота страны аэрофлот приобретет мс-21 суперджет 100 и ту 214 на сумму более одного миллиарда рублей аэрофлот получит условия аренды 210 самолетов мс-21 80 самолетов суперджет нео и 40 самолетов ту 214 в период с 2023 года по 2030 год из 339 самолетов почти 300 это машины новых поколений мс-21 и суперджет надежным подспорьем им станет ту 214 этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя флагманом в парке аэрофлота станет именно мс-21 это гордость нашего авиастроения в нем использованы инновационные конструкторские решения которые оценят и летчики и пассажиры сумма контракта составила более одного триллиона рублей сделка будет отчасти субсидироваться государством в итоге в рамках этой программы российские перевозчики заказали 500 магистральных самолетов в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение наши авиакомпании включая аэрофлот сформировали крупнейший в советской истории пакет заказов примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства 45 самолетов планируют приобрести дальневосточная авиакомпания аврора также обновить флот за счет отечественной авиатехники хочет подконтрольная ростеху red wings таким образом перевозчики фактически перераспределили почти все запланированные к производству магистральные самолеты и половину от общего количества запланированного к производству бортов российская компания not wind это партнер туроператора пегас туристик также не исключают возможности в будущем купить российские самолеты разбирать самолеты на запчасти перевозчик не планирует росавиация сейчас интенсивно опрашивает все авиакомпании о каком флоте идет речь в некой перспективы пяти или десяти лет при этом эксперты отрасли отмечать что темп выбытия из парка иностранных воздушных судов оказался ниже чем ожидалось весной 2022 года именно поэтому планы производства новой отечественной техники были предельно напряженными для авиапрома и вдогонку предполагалось оживить не летающие сегодня отечественные самолеты сегодня существующий на рынке дефицит провозных мощностей на международных направлениях обусловлен не отсутствием техники как таковой но геополитическими ограничениями для использования на внутреннем рынке же пока сохраняется даже определенный переизбыток среднемагистральных самолетов самым необходимым среди самолетов отечественного производства в ближайшей перспективе будет суперджет 100 авиакомпаниям нужны нишевые самолеты типа суперджет и меньше там действительно сохраняется потребность в омоложении флота и отчасти в его увеличение так как бюджетные средства на полеты по региональным линиям государства выделить готово и в виде субсидий а летать порой не на чем в сегменте магистральных самолетов новые отечественные лайнеры мс-21 нужны сейчас для того чтобы по мере выбытия из эксплуатации на марок последовательно их замещать ранее правительство россии продлила программу субсидирования кредитов для лизинговых компаний которые закупают самолеты отечественного производства направив на эти цели около 10 миллиардов рублей теперь она распространяется и на кредиты взятых в текущем году если нужна информация если хотите получать новости туризма со мной то подписывайтесь не нажимайте на колокольчик все ссылки под видео спасибо что меня смотрите ждите нового ролика до свидания